Этот понедельник, как отметил президент, день нестандартных кадровых решений. Для кандидатов на новые должности наступает горячее время, причем во всех сферах. Объяснять этот тезис для сельского хозяйства излишне. Именно эта зона ответственности сопровождает должность нового вице-премьера страны. Курировать сельское хозяйство в правительстве президент назначил бывшего заместителя председателя Верхней Палаты Парламента Леонида Зайца. Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего, в общем-то, стиля работы с кадрами, нестандартные. Леонида Константиновича, я попросил, чтобы с вами переговорили. У вас одна задача – экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, подготовить себе надежную замену. Вместе с главой администрации предложить кандидатуру и в течение того времени, которое вы сождете нужным, работать в должности вице-премьера. Это вам определяться. Я не против, что вы работали очень долго. Благодарю вас за то, что вы согласились помочь в это непростое время и время больших возможностей, прежде всего, в том секторе, который вы будете возглавлять. Аграрный сектор – близкая сфера для нового заместителя премьер-министра. Именно с ней так или иначе была связана работа Леонида Зайца в разных должностях. И в качестве профильного министра и в роли губернатора Могилевского региона он хорошо изучил успехи и сложности отечественного сельхозпроизводства. Посевная этого года озадачивает аграриев еще глобальнее. Мировой спрос на продовольствие и экономические перипетии открывают для белорусского сельского хозяйства уникальные экспортные перспективы. Виденье, как использовать этот шанс, есть. Беларусь должна просто занять ниши. Самый ближайший рынок – Российская Федерация. Но отдалить внимание экспорту на Китайскую Народную Республику, обеспечить проток валюты в Республику Беларусь через объемы реализации и качество производимой продукции. Это есть возможность в настоящий момент выровнять в некоторой степени финансо-экономическое состояние хозяйств Республики Беларусь. Улучшить их платеспособность, повысить заработную плату дружинников сельского хозяйства, достойно вести дело. Машностей, безусловно, достаточно. Мы в последние годы серьезно технически переснастились и технологически прибавили. Наша продукция очень почитаема потребителям из зарубежных стран. Вопросы от земли напрямую коснутся и нового местного руководителя. Правда, уже в другом ракурсе. С директорского поста сельхозфилиала «Заозерье» на должность председателя Чашникского райисполкома президентом согласован Александр Быков. На его плечи ляжет большая нагрузка, в том числе общественная. Однако глава государства выразил уверенность в работоспособности системы местных властей. Я был в Витебске недавно. Вы в теме. Вы знаете, что будет непросто. И большая нагрузка ляжет на плечи председателя райисполкома. Надо откровенно сказать, что они у нас, в общем-то, на всю катушку, если можно так выразиться, не были задействованы. Я даже сравниваю советский период председателя райисполкома, когда еще первая секретарь райкома в решали многие вопросы. Большая разница. Тогда все-таки председатели были активны. Хотя надо признать, что нагрузка на вас двойная. Сейчас нет райкомов партии, все сосредоточено у вас. Но я как-то лет, наверное, около 10 тому назад, ты должен помнить это, предложил, что, ну, если очень тяжело, давайте некие структуры возродим. У кадра, идеология и так далее. Снимем с вас нагрузку. Почти все в один голос. Не надо. Мы сами справимся. Вы правильно понимали, что, конечно, и контроль увеличится, да и давление, излишний контроль будет. Я тогда подумал, что, ну, раз вы решили справиться с этими полномочиями, отступил от этой идеи. У меня ее на сегодняшний день нет. Потому что последняя кампания и тяжелая президентская, и не самая легкая по референдуму, они прошли достойно. И, в общем-то, система работает. Поэтому нет необходимости ее ломать или вводить в какие-то дополнительные направления деятельности и под это какие-то структуры. Согласовал Александр Лукашенко и новых руководителей двух крупнейших предприятий. Так, генеральным директором белорусской калийной компании стал Алексей Скрага. А Бобруйска-Громаш возглавил Виктор Филатов. Промышленным гигантом президент поставил конкретные бизнес-задачи. Что касается белорусской калийной компании, я очень долго колебался с назначениями здесь и с вашей кандидатурой. Потому что с вами я очень близко не работал, а все-таки должность очень ответственная. Я долго проверял, не вижу вашу кандидатуру, не вижу никаких препятствий практически. Вытяните почет и уважение. Вы можете, вы знаете внешнюю торговлю, вы знаете экономику, вы с этим сталкиваетесь. Не важно, какой товар продавать. Калий, технику, вооружение. Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно. Направлений, по которым мы можем продвигаться, много. Единственное, чтобы все было честно. Торговать надо везде, в том числе в Европейском Союзе. Уже гвалтом кричать не хватает удобрений. Пожалуйста, берите рядом. Надо находить пути и работать. Бизнес есть бизнес. Он иногда мало зависит от политиков. Особенно тех стран, которые нас окружают. Что касается бобруйской техники, единственное требование главы государства – качество. Сейчас производитель в весьма выгодном положении. В отличие от западных конкурентов, космические цены на энергоресурсы нам не грозят. А значит, себестоимость сельхозмашин не взлетит. Произвести и продать технику. Найти дополнительные экспортные ниши – вот главное. К тому же, отметил президент, подставить плечо новому директору в первое время будет готова экс-глава компании Надежда Лазаревич. Основные задачи – это приоритетное направление на рынках, на традиционных рынках. Это обеспечение покупательского спроса, а также работа на рынках дальнего зарубежья. Это закрепление на позициях и, соответственно, доминирование на них. Что касается текущей деятельности холдинга Бобруса-Громаштова, президент высоко оценил нашу деятельность. Наши финансо-экономические результаты. Что касается санкций и экономической ситуации, то, в принципе, последние три года мы хорошо работали по программе импортозамещения с нашим Министерством промышленности. Соответственно, мы практически на 98% создаем технику из комплектующих, которые сделаны в странах СНГ. И поэтому мы в этом плане экономически безопасны. На руководящую должность в сфере образования сегодня согласован Игорь Жук. С этого дня он новый ректор Гродненского медуниверситета. Александр Лукашенко признался, что не сразу согласился с возвращением медика в его альмаматор. Не хотелось отрывать от работы в областном совете депутатов Федерации хоккея и объединении «Белая Русь». Однако такой опыт, да еще и поддержка самого университета сыграли в пользу кадровых перемен. Гродненский медицинский университет – это университет уже со устоявшимися традициями и достижениями. Президент, конечно, поставил задачу направить все усилия на дальнейшее развитие этого учреждения образования. Прежде всего, это повышение качества образовательного процесса, развитие научной деятельности, укрепление материально-технической базы. И президент также определил приоритетное направление в работе с молодежью. То есть молодежь, которая поступает в Гродненский медицинский университет, должна покидать стены как настоящие патриоты и граждане Республики Беларусь. Конечно, на путстве перед новым этапом карьерного пути – традиция кадровых встреч у президента. Между тем, к выполнению своих миссий они приступают уже с высокой оценкой руководителя страны. Ребята, я вам очень благодарен, что вы в непростое время идете на службу государственную, становитесь государственными служащими. Хотя, вроде, и работа у вас сейчас до назначения была хорошей, спокойной, нужной народу и государству. Но здесь очень горячо сейчас. Здесь теплее не будет. Поэтому благодарен вам за то, что вы рискнули в это время стать государственными служащими. А государственные люди – вы и так были ими до назначения. Президент также назначил нового посла и согласовал перестановки в дипкорпусе. Определен также заместитель министра экономики, им стала Олеся Абраменко и начальник секретариата Совета Республики. От всех назначенцев без исключения президент требует честной работы. Будь то в экономике, сельском хозяйстве или образовании, сейчас сложное, но все же время возможностей. В новых должностях главное использовать их или даже приумножить. Ксения Худалей, Сергей Курков, телекомпания СТВ.